Познакомьтесь с маленькими кошмарами нашего мира. Огненными муравьями. Когда они жалят, то впрыскивают яд, который может вызвать серьёзные проблемы. Для большинства людей это просто жжение и шишки на теле. Но для аллергиков это может быть опасно для жизни. Огненные муравьи разбивают свои лагеря прямо под вашими ногами. Они быстро собираются в рой и яростно защищают свои колонии. Они не проявляют милосердия к незваным гостям. Их укусы оцениваются в 1 балл по индексу укуса насекомых Шмидта, где 4 – это максимум. Это похоже на внезапный толчок, но ощущения не такие болезненные, как при укусе пчелы. Муравьи родом из тропических регионов, таких как Центральная и Южная Америка. Но сейчас их можно встретить даже в некоторых умеренных зонах, например, в Северной Америке. В колониях огненных муравьёв существует строгая иерархия – королева, крылатые самцы и самки, а также различные виды рабочих. Они общаются с помощью химических веществ и звуков. Самый печально известный представитель этого рода – красный и импортный огненный муравей. Он приехал из Южной Америки и вторгся на юг Соединённых Штатов. Муравьи строят большие насыпи, затрудняя ведение сельского хозяйства и повреждая посевы. Контролировать их практически невозможно. Вдобавок ко всему, в настоящее время наблюдается рост численности ещё одного вида – муравья Резбери. Он представляет угрозу для местных экосистем. Оказывается, муравьи могут быть критично недружелюбными. Разноцветные жуки-нарывники входят в десятку самых опасных насекомых в мире. К счастью, они не смертельны для человека, если только не нападают на вас большой стаей. Однако они представляют серьёзную угрозу для крупных животных, вроде лошадей. Жуки-нарывники вырабатывают токсин канторидин, который оставляет на теле человека в алдыре. В прошлом люди верили, что с его помощью можно лечить бородавки и даже бешенство, а некоторые даже использовали его в любовных зельях. Однако это рискованная игра. В 50-х годах прошлого века одного мужчину посадили в тюрьму за то, что он угостил двух женщин конфетами с канторидином, что привело к трагическому исходу. С этими жуками лучше не шутить. Прикосновение к ним или тем более употребление в пищу очень опасно. Их привлекают люцерны и сено. Если лошадь съест что-то из этого, даже несколько жуков могут выделить достаточно канторидина, чтобы ее нейтрализовать. Эта милая гусеница из Южной Америки Лономия обликва – самая опасная на Земле. Благодаря своему сильному яду она стала причиной нескольких смертельных случаев. Это личинковая стадия гигантского шелкопряда. Когда она вырастает, то превращается в красивую и безвредную бабочку. Но если вы увидите ее в молодом возрасте, лучше держаться от нее подальше. Особенно опасны волоски и покрывающие тела гусениц. Они служат защитным механизмом от хищников. Яд нарушает свертываемость крови и может вызвать такие неприятные симптомы, как жжение, рвота, проблемы с почками, а иногда и привести к летальному исходу. Один укус, скорее всего, не приведет ни к чему ужасному. Яда в нем содержится совсем немного. Но гусеницы обычно собираются вместе и хорошо маскируются. Это повышает риск множественных укусов. Саранча сама по себе не опасна для человека. Это обычные громкие кузнечики, но они печально известны своим раевым поведением. Их стаи часто появляются в засушливый период, а потом вдруг выпадает много осадков и растения начинают быстро расти. Как только саранча начинает свою деятельность, ее практически невозможно остановить. Она может стать разрушительной силой в считанные минуты. На протяжении всей истории человечества саранча уничтожала посевы и сельскохозяйственные угодья. Интересно, что термин саранча на английском, лакуст, может означать разные вещи в зависимости от того, откуда вы родом. В некоторых местах речь идет о цикадах, которые также известны своими громкими звуками. Но настоящая саранча – это древнее существо, берущее свое начало с триасового периода. Это одни из самых древних насекомых на Земле. Осы, шершни и даже пчелы могут быть чрезвычайно опасны, особенно для тех, кто страдает аллергией на их укусы. Азиатский гигантский шершень – самый крупный из ос. Его размер достигает 5 сантиметров. Он обладает мощным ядом, который может вызвать сильный дискомфорт и даже может специально брызнуть его в глаза. На Филиппинах обитает еще более ядовитый вид – веспа луктуоса. Не путайтесь с Экспектопатроном. Привет поклонникам Гарри Поттера! В любом случае, смертельный случай от ос или пчел редки, но не исключены совсем. В Великобритании ежегодно около 10 человек умирают от укуса пчелы или осы. Всегда будьте настороже. Все эти насекомые очень территориальны и с упорством защищают свои ульи. Если их спровоцировать, они сигнализируют об опасности соседним пчелам и начинают массовую оборону. Если вам нужно от них избавиться, лучше обратиться к профессионалам. Блоха мала и неприметна, но она оставила колоссальный след в истории человечества и его здоровье. Это не просто раздражающие паразиты. Они известны как носители различных человеческих заболеваний и несут ответственность за некоторые из худших эпидемий в истории. Например, в 14 веке бубонная чума уничтожила в Европе более 25 миллионов человек, и блохи сыграли большую роль в ее распространении. Они проводят жизнь в поисках теплокровных хозяев, которыми они могут питаться, будь то рептилии, млекопитающие, домашние животные или люди. Несмотря на крошечные размеры и отсутствие крыльев, они компенсируют это впечатляющими способностями к прыжкам. Укус блохи может показаться незначительным, вызывающим зуд и воспаление. Но многие из них могут привести к анемии у своих хозяев. Конечно, самое опасное в них – это вирусы, бактерии и глисты, которых они переносят. Поцелуйные клопы в основном обитают в обеих Америках, но их популяция встречается также в Африке и Азии. Несмотря на дружелюбное название, они являются разносчиками бактерий, вирусов и паразитов. Один из паразитов, которых они переносят – Трипаносома Крузи. Виновник болезней, которые поражают миллионы людей по всему миру и уносят тысячи жизней каждый год. Интересно, что симптомы часто проявляются только через 10-30 лет после укуса. Обычно это сердечная недостаточность, проблемы с пищеварением или нервной системой. Они не целуют вас, а присасываются, привлекая свою жертву дыханием. Если вы дышите ртом – вы мишень. Они часто кусают хаотично и почти неконтролируемо, что только усиливает их опасный характер. Многие слышали о мухе ЦЦ – необычном и страшном насекомом из тропической Африки. Эти мухи являются переносчиками одного из самых разрушительных заболеваний человека – сонной болезни. Похожая на поцелуйного клопа, муха ЦЦ переносит трепаносомы – паразитов, вызывающих сонную болезнь. Сами мухи заражаются этим паразитом от инфицированного человека или животных. Сонная болезнь поражает не сразу. После укуса симптомы проявляются в течение одной-трех недель. Лихорадка, головные боли, боли в суставах и зуд. По мере прогрессирования болезни она может поражать нервную систему. Это приводит к спутанности сознания, бессоннице и потере равновесия. Без лечения болезнь может привести к коме, а затем к летальному исходу. К счастью, сонная болезнь поддается лечению и число ее жертв со временем сокращается. Муха ЦЦ имеет и важное историческое значение. Ее присутствие препятствовало европейской колониальной экспансии в Африке. А корона самого опасного насекомого в мире достается комару. И это неудивительно. Несмотря на небольшой размер насекомого, на его долю приходится больше человеческих жертв в год, чем на долю любого другого животного. Также комары оставили неизгладимый след в истории. Эти маленькие насекомые повлияли на взлет и падение целых цивилизаций. Например, малярия значительно ослабила древние цивилизации, такие как Рим и Греция. Интересно, что опасны не сами комары, а их паразиты. Бактерии и вирусы переносятся и передаются через их укусы. Эти крошечные кошмары распространяют целый букет болезней. Кроме малярии есть еще желтая лихорадка, которая, как и муха ЦЦ мешала европейской колонизации тропических регионов. Самым страшным из всех комаров является комар анапхелис. Это главный хищник в мире насекомых. Он ответственен за большее количество смертельных исходов и болезней, чем любое другое насекомое. Как мы боремся с этими крошечными, но могущественными врагами? С помощью профилактики. Людям важно исключать наличие стоячей воды в окрестностях и принимать меры по борьбе с комарами. Мы всегда должны быть на шаг впереди, чтобы защитить себя и свое окружение от опасных насекомых.